Цветы жизни под надежной защитой. За себя и своих детей Татьяна Пахомова спокойна, когда за порядком в их любимом парке дружбы следят бравые дружинники. Можно, не оглядываясь с опаской по сторонам, играть с большим воздушным шариком и беззаветно пускать мыльные пузыри. Когда видишь сотрудников с народными дружинниками, когда ты понимаешь, что ты гуляешь с детьми, например, уже в позднее время, я знаю, что они дежурят до 11, конечно, более защищенные чувства, потому что рядом уже сотрудник полиции, добровольный дружинник, к которому можно подойти, в случае чего обратиться. Обратиться теперь можно и к сотрудникам районных администраций, они тоже в составе добровольных дружин. Участие в охране правопорядка принимают по поручению главы мэрии Олега Фурсова. Главный козырь дружинников от власти – отличное знание в веренной территории и всех злачных мест. Патрулируют они улицы Самары традиционно с четверга по воскресенье с 16 до 23 часов. Бывают нетрезвые состояния люди проходят, и то реагируют положительно. Бывает, что бросают мусор, здесь же как бы тоже мороженое съели, бросили пакет. Говоришь людям, люди в принципе реагируют положительно, берут, несут, в урну выкидывают. Вечером не стали на скамейках шуметь, а то обычно вот полуодиннадцатого, в двенадцать и до утра. Добровольные народные дружины патрулируют улицы Самары с весны. Жители замечают – порядок берет верх над нарушениями. Алина Чемерис, Максим Гусев, События.